В корнхолле Тайбл Эластик сыграли новосибирцы с инвалидностью в финале соревнований для людей с ограниченными возможностями здоровья. За призовые места сражались 20 лучших спортсменов. Чем полезны необычные игры узнала Анна Братушкина. Финал соревнований среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Любовь Александровна сражается за третье место. Неожиданно для себя. Уверяет, тактики нет, только везение. И удовольствие от участия в любых спортивных событиях. Уже много мероприятий. Мы сейчас и спортом занимаемся. И всякие у нас несколько мероприятий. И даже танцами ухитряемся заниматься. Все надо поддерживающие что-то. И все улыбаются, все довольные. Погода прекрасная. Прям как раз для нас на улице. В соревнованиях среди людей с ограниченными возможностями здоровья участвуют спортсмены из всех районов Новосибирска. Финал прошли 20 сильнейших. Соревнуются в необычных играх. Кульбута, где надо попасть шарами в лунку. Корнхолл, где мешочек закидывают в лунку. Тейбл эластик. На кульбута там в основном. На моторику. На это. Здесь скорнхолл в основном как глазомер. Тейбл эластик или мы так называем резиночка. Там в основном даже играют незрячие люди. Можно руками. Там в основном пальцами работают. Резинские. Но там движение тоже. Быстрее руками шевелить надо. Необычные спортивные игры полезны для здоровья. Но даже не это главное. Вот чтобы не факторять слова. Адаптация, реабилитация. Не хочу. Вы знаете, это радость. Радость движения. Радость того, что я могу. Я всегда говорю. С любыми ограничениями в эти игры можно играть. А когда тут еще эффект соревновательный. То, что я еще могу. И вот лучше вот этого могу. Когда играют, и каждый там старается отмерять. В финале лучших спортсменов награждают призами. Сюрприз для участников. Самое обидное четвертое место в этих состязаниях тоже чемпионское. Спасибо, что смотрите канал Новосибирские новости. Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости. Продолжение следует.